Здравствуйте! Сегодня с вами шестой выпуск новостей из мира IT. Сегодня мы вам расскажем про то, что Huawei открывает новый исследовательский центр в Киеве. Программисты научили программу писать свой код воруй его из чужого. И про запуск дума на Porsche 911. Оставайтесь с нами, поехали! Китайская компания Huawei в 2017 году, то есть в текущем, откроет в Киеве исследовательский центр. Туда, соответственно, пригласят киевских программистов. По-моему, достаточно интересная история, но и не только программистов, естественно, ученых. Отличная новость. Я очень, честно говоря, рад за то, что достаточно именитый производитель открывает исследовательский центр. Здесь явно оценили наш научный потенциал и вообще человеческий. Ну, короче, цепь румова. Java и Python нашли одинаковую уязвимость, что показывает нам, в общем-то, да ничего не показывает. Господи, программы всегда будут иметь дыры, хакеры всегда будут их находить, программы всегда будут чинить эти уязвимости, хакеры будут находить новые и так далее. Мир крутится, земля не остановилась. Кто удивился? Ну, господи, опять починят. Фигня. Модная тема. Многие, наверное, знают, что Украина в прошлом году, то есть в текущем, стала одним из лидеров по продаже агропромышленного, результатов агропромышленного производства. То есть вся-таки муки, там зерна. По муке, насколько я знаю, вышло на первое место. Ну, и, собственно говоря, от нашего любимого IT-бизнеса никуда не деться. И в агропромышленном комплексе он, естественно, востребован, и чем больше там будет всяких компьютеров, тем будет лучше. Мне кажется, что вообще, если мы говорим о внутреннем рынке, надо сосредоточиться с нашим же производителем на тем, чтобы подумать о том, как наши сильные стороны использовать в помощи в самом сильном секторе нашей страны. Но, в принципе, IT-бизнес растет быстрее, чем агропромышленный. И если соединить их вместе, получится очень круто. Следующая новость, скорее, из ряда курьезов, но все равно достаточно забавная. Искусственный интеллект научился писать код, воруй его из других программ. Это прекрасно. Более того, я у себя на курсах постоянно людей учу. Неважно, по большому счету, как ты написал код. Главное, что получилось у тебя в результате. Если в результате у тебя получился хороший, красивый и понятный код, ты сделал все правильно. Спер ты его, подсмотрел, тебе помог кто-то и так далее. Если же ты наваял сам, без помощи, и у тебя получился какой-то говнокод, который никто не может разобрать, ты плохой программист. Вот и все. И искусственный интеллект просто это понял раньше, чем вы. Обращайте внимание, он умный. Американский программист Мэтт Свортаут присоединился к флешмобу запустить Doom на чем-нибудь. Ну, на чем Doom только не запускали. На кофеварках и кофемолках. Ну, на этот раз он решил выпендриться и запустил Doom на автомобиле Porsche 911. Вау! Я понимаю, что Porsche 911 именно для этого и надо было купить. Ну, чуваку нравится, окей. Никто ему не мешает развлекаться с собственной машиной, как ему понравится. Мне, честно говоря, вся эта развлекуха просто не очень понятна. Ну, то есть, ну и что? Ясно же, что сейчас любой техники, процессоры мощнее, чем были в каком-нибудь там, не знаю, 98-м году, когда... Господи, когда Doom вышел? Я вообще не помню. Вот. Понятно, что сейчас запустить можно на чем угодно. Наверное, можно уже скоро будет его запустить на электронной сигарете. Ждем, кстати. Но запустили на компьютере автомобили. Ха-ха-ха, какая новость. Ну, ладно, окей. Пусть развлекается дальше. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайк. И вот это все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok